Убил почтальона и спрятал труп в подвале нежилого дома. Следком приступил к расследованию причин убийства 39-летнего почтальона в деревне Михайловка Муромского района и обнародовал фотографии с места происшествия. О том, что почтальон пропал, сообщили пенсионеры, не дождавшиеся своих пенсий. Известно, что при почтальоне было более 200 тысяч рублей, но следком пока не утверждает, что убийца действовал только ради наживы. Обвиняемый раньше занимался предпринимательством в индивидуальном сфере строительства. Что произошло с человеком, будет выяснять следствие. Но во всяком случае, он достаточно длительное время не общается с родителями, то есть прекратил всякое общение. У него двое малолетних детей. Второй ребенок родился в январе 2015 года. То есть только-только. Следствие добавляет, что убийце 35 лет. Он уже задержан. Ранее он был судим за кражи, нанесение побоев и укрывательство особо тяжкого преступления. Но к реальным срокам не приговаривался. С почтальоном его сдружило общее увлечение. Рыбалка. Вот только-только в январе, в конце января, утвердили обвинительное заключение и направили суд уголовное дело в отношении него. Два эпизода. Опять краж. И вот видите, так постепенно-постепенно за последние 4 года с хвостиком человек пришел к совершению особо тяжкого преступления.